Ходить на работу может быть утомительным, особенно когда рабочее место расположено на высоте полкилометра. Это маршрут тех, кто работает на линиях передач и антеннах в мире телерадиовещания. В этом фильме вы увидите, как это, собраться на верхушку 540-метровой башни, просто чтобы начать свой рабочий день. Все начинается с лифта, который поднимает вас примерно на 490 метров, а дальше только подниматься руками и ногами. Конечно же, вам нужно взять с собой все необходимые инструменты. Это вон так разная сумка, что болтается внизу. Весит она 13 килограммов, и ее нужно тащить за собой на самый верх. Во многом напоминает работу в открытом космосе, где также приходится хорошенько подумать над тем, что захватить с собой на работу. Ведь спускаться вниз из-за забывчивости — долго. Когда достигаешь вершины собственной башни, оказываешься полностью на свободе. Это мачта, на которой установлена антенна, и она добавляет высоты. Мы это называем свободным подъемом, в том смысле, что при этом не используются страховочные тросы. Так проще, быстрее, и большинство рабочих верхолазов поднимаются именно так. А вот теперь самое время передохнуть и осмотреть окрестности. Свободный подъем, конечно, опаснее, но правилами он не запрещен. Если же пристегиваться, подниматься, снова пристегиваться и передвигать карабин через каждый метр-полтора, то это медленно и утомительно. А вот электрический распределительный щит для башенных огней. В клетке видим передающий кабель, который соединяет передатчик с антенной. Этот участок называется антенным тюнером. Он имеет такую форму, чтобы можно было при необходимости подключать дополнительные элементы на высоте 500 метров. Эти цветы с острыми лепестками на длинных стеблях уловители электрических зарядов. Они помогают снижать напряженность электрического поля в атмосфере, тем самым препятствуя возникновению молний. Ну вот мы и добрались до основания антенны. Отсюда до верхушки еще 20 метров. Его помощник теперь держит сумку с инструментами, чтобы она не раскачивалась и не мешала ему сохранять равновесие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Время для очередной передышки. Кажется, сгущаются тучи. Рабочие оценивают вероятность молнии. Если начнется гроза, быстрой дороги назад нет. На этой высоте можно видеть на 90 километров до горизонта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот особенно сложная часть подъема добраться до верхушки. Черная штука наверху это световой маяк. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так и происходит подъем на передающую башню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok